Лучшие экипажи трех мотострелковых бригад Приморского края боролись за победу во всеармейском конкурсе «Танковый биатлон». Итоги прикладных состязаний подвели в преддверии Дня защитника Отечества. Уссурийцы из 70-й бригады с первого дня показывали отличные результаты, но за нарушение техники безопасности получили штраф и закончили гонку на почетном третьем месте. Первыми в биатлоне стали танкисты 60-й отдельной мотострелковой из Сибирцева. Вам удалось показать все, чему вы научились, лучшие проявили себя и еще раз продемонстрирую, что они действительно лучшие в своих бригадах. Напомним, что всеармейские состязания проходили на полигоне Сергеевском. Участники на тяжелых Т-72 преодолевали дистанцию с различными препятствиями, на каждом круге огневой рубеж. По правилам биатлона у экипажа было всего три выстрела из главного орудия, чтобы поразить танк противника на расстоянии в полтора километра. Как и в спортивном биатлоне, промах на рубеже означал один штрафной круг. Также танкисты соревновались в меткости стрельбы из дополнительного оружия, установленных на броне пулеметов. Танковый биатлон – это испытание индивидуального мастерства и отличная проверка командной работы экипажа боевой машины. Пятая армия – это одна из лучших армий в нашей стране. Так что так держать им, конечно, это гестремленный показатель, насколько выучена и боеспособна наша армия. Я думаю, она отлична. Также в этот день были награждены лучшие экипажи БМП, участники конкурса «Суворовский натиск» и победители состязания среди снайперов. После торжественного метинга танковые экипажи провели показательные стрельбы, еще раз доказали свою боеготовность и подтвердили статус в лучших своих соединениях. Победители всеармейского танкового биатлона в скором времени будут представлять пятую армию на окружном этапе. Евгений Талов, Никита Файзулин, Телемикс.